Итак, опасен ли космос? Понятие космоса, конечно, существенно видоизменялось на протяжении всей человеческой истории. На заре существования цивилизации оно ограничивалось только каким-то очень небольшим участком территории, на котором человек обитал и о котором он мог получать сведения непосредственно. Обо всем остальном мире он получал информацию от каких-то других людей, которые путешествовали, которые странствовали, которые возвращались и потом рассказывали о своих приключениях. И в том объеме новой, полезной, адекватной, достоверной информации, которую они приносили своим соотечественникам, к этой информации неизбежно примешивались и мифы, какие-то рассказы о кентаврах, о таинственных странах амазонок, о собакоголовых людях, о каких-то фантастических опасностях, которым подвергались эти путешественники. И человеку той эпохи не оставалось никакого выхода, кроме как во все это верить, поскольку у него не было никакой возможности проверить всю эту информацию на собственном примере. Интерес ко внешнему миру, к окружающему нас пространству с тех пор у человека нисколько не ослаб, он, скорее всего, только усилился. Пространство, которое мы можем считать теперь своим домом, существенно расширилось. И неудивительно, что средства массовой информации считают необходимым уделять достаточно значительное место сообщением о астрономических открытиях, об астрономических наблюдениях. Как правило, это хорошая, добросовестная, адекватная информация, но, как и в стародавние времена, к этой адекватной и добросовестной информации продолжает примешиваться всяческая чушь. В какой-то степени она существовала всегда, во все эпохи, и в 50-е годы, и в 60-е годы, но это было как-то по большей части нейтрально, что-то такое просто привлекающее внимание. Но в последние годы эта чушь, эта современная мифология, современные кентавры приобрела подчеркнутый негативный характер. Характер предсказания апокалипсисов, глобальных катастроф, что выражается простой фразой «мы все умрем в обозримом очень будущем». Вот пример такой информации, которая блуждает по интернету уже около 10 лет. Голландский астрофизик, пишут средства массовой информации, полагает, что до взрыва Солнца осталось 6 лет. Информация 2002 года, казалось бы, уже понятна, что она не оправдалась, но она продолжает жить. Аналогичное сообщение от 2005 года, аналогичное сообщение от 2010 года, и газеты продолжают ее тиражировать, 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 радует одно — взрыв Солнца ожидает нас всегда через 6 лет. Совсем недавняя информация, которая прошелестела по газетам в феврале о подлете к Земле гигантского астероида Клеопатра, который долгое время кружился вокруг Солнца, потом вдруг резко свернул и полетел прямо на Землю. Совсем свежая информация — это поразившая журналистов Суперлуния, которая случилась 19 марта и тоже грозила Земле неисчислимыми катастрофами. Ну, казалось бы, анекдот. Просто какая-то вот такая бредятина, которая время от времени появляется, потом исчезает. Можно было бы не обращать на нее внимания, если бы все подобные сообщения не оснащались в обязательном порядке ссылками на ученых. Это не просто кто-то ляпнул, что произойдет катастрофа. Это ученые так считают. Это могут быть, например, бразильские астрономы, грузинские астрономы, американские и польские астрономы. Сходятся все эти астрономы только в одном. Смертельная опасность неминуема, глобальная катастрофа неминуема, ученые постоянно предсказывают конец света. И когда человек, который разбирается в этом во всем, начинает анализировать ситуацию, начинает анализировать этот поток информации, он выясняет для себя набор вот таких вот очень грустных фактов. Содержание научных новостей в средствах массовой информации никто не проверяет. Нет никаких научных редакторов, нет никакой проверки. То, что человек написал, то в таком виде и уходит в эфир, в интернет, в печать. Если он написал что-то не то, он не несет за это никакой ответственности. Он может публиковать любую чушь. Если ему хочется придать этой чуши какой-то оттенок достоверности, он может ссылаться на мнение любого человека, которого он по своей воле зачисляет в эксперты по той или иной проблеме. Все зависит от добросовестности конкретного журналиста. Если этот человек недобросовестен, он легко выдумает слова, он легко выдумает имена, он легко выдумает заслуги того человека, с которым он разговаривал. Никаких проблем с этим у него не возникнет. Пример. Не так давно на канале ТВЦ прошел сюжет про страшную планету Нибиру, которая вращается вокруг Солнца и сейчас летит к центру Солнечной системы, неся нам неисчислимые бедствия. Кого средства массовой информации, в данном случае канал ТВЦ, считает экспертами по движению планет? Это председатель общества изучения проблем Атлантиды. Есть у нас в России такое общество. Это почему-то профессор энергетического института. Писатель-фантаст Захария Ситчин. Писатель невыясненного жанра Дмитрий Зима. Внизу у него еще тут не видно вам. Приписано исследователь. Исследователь чего они не удосужились уточнить. Все эти люди очень хорошо слились с такую замечательную компанию. Они в один голос говорили о том, что планета Нибиру действительно летит, и действительно мы скоро все умрем. И когда в эту компанию вливается еще и настоящий астроном, это я, если кто-то не узнал, то, в общем, даже не совсем понятно, зачем они его туда приплели, зачем он был там нужен, и без него все было очень хорошо и гармонично. Абсолютно вот в этом вот компоте стирается грань между настоящей наукой и мифологией. Вот, пожалуйста, рубрикатор одного из интернет-книжных магазинов. В раздел «Естественные науки» попала с легкостью уфология. Если вы пойдете в книжные магазины, то вы в разделе «Наука» найдете книги по астрологии, еще почему угодно. Это все можно было бы, опять же, считать анекдотом, если бы не было определенных людей, которые бы во всю эту чушь верили, воспринимали ее совершенно серьезно и по этому поводу каким-то образом начинали комплексовать, впадать в депрессию. Но что делать? Что делать человеку, который не разбирается в проблеме, как ему поступать с этим потоком негативной информации, которая на него сваливается? На самом деле достаточно помнить о нескольких простых правилах. Во-первых, достоверный источник научной информации существует всего один. Это статья, написанная профессиональным ученым в профессиональном научном журнале. Если новость об этой статье, об этом открытии пишет добросовестный журналист, он обязательно указывает ссылку на эту статью. Если вы читаете какую-то информацию и не видите в этой информации ссылки на первоисточник, это уже повод для того, чтобы к этой информации отнестись очень и очень настороженно. Не нужно придавать большого значения словам. Ученые считают, что... Эксперт Иванов считает, что... Очень может быть, что слова эти журналист просто выдумал. То есть он написал то, что ему хотелось, и для красоты написал спереди «ученые считают, что...». И, наконец, на сегодняшний момент, может быть, самое главное. Если вы слышите информацию о том, что астрономы предсказали конец света на 2012, 2013 или какие-то еще последующие года, я вам гарантированно, как специалист, утверждаю, вам просто врут. Концы света предсказывались журналистами от имени ученых уже неоднократно. Наше с вами присутствие здесь доказывает, что ни одно из этих пророчеств не сбылось. Поэтому можно быть смело уверенными, что и 2012 год мы с вами переживем без особых потрясений, несмотря на то, что огромное количество разных мрачных пророчеств по интернету блуждает. Опять же, блуждает по интернету, но время от времени прорывается и в какие-то средства массовой информации, у которых есть хоть какое-то подобие репутации. Ну вот некоторые обещания, которые нам пророчат на 2012 год. Страшные солнечные вспышки, губительнейший парад планет, страшные смертоносные излучения с центра галактики. Та же планета, не беру. То есть вот тот же набор страшилок, которым рассказчики во все времена, начиная с эпохи античности, пугали своих граждан. Спасибо. Но у современной эпохи есть очень важное отличие. Сейчас, благодаря наличию интернета, все эти слухи любой человек может проверить самостоятельно. Ему достаточно просто немножечко потрудиться. Например, он может найти в интернете данные о солнечной активности, контроль которых ведется, начиная с начала XVIII века, и убедиться в том, что Солнце ведет себя совершенно нормально. Вот здесь приведен график солнечной активности с 1900 года. Никаких существенных изменений в жизни Солнца мы не наблюдаем. Если этого мало, существует большое количество обсерваторий, которые данные о текущей активности Солнца просто выкладывают в реальном времени фотографии и показания приборов, пожалуйста, найдите эти обсерватории, читайте, убеждайтесь, что ничего страшного с Солнцем не происходит. Очень забавная штука — парад планет. Но начнем с того, что вот это расположение планет на 14 апреля 2011 года. Смотрите, основные планеты Солнечной системы действительно выстроились примерно в одну линию. То есть парад планет происходит прямо сейчас. Вы что-нибудь чувствуете? Я — нет. То есть мы можем смело утверждать, что парад планет никакого ни опасного, ни безопасного воздействия на землян не оказывает. И в этом может убедиться любой человек, который найдет в интернете бесплатную программу планетарий и так или иначе построит эту картинку. С 2012 годом, правда, ситуация еще более забавная. Парад планет, который пророчат на 21 декабря этого года, просто не состоится. Вот это расположение планет на 21 декабря, но ничего подобного параду планет. То есть мало того, что парад планет никак не влияет на нашу жизнь, его просто не будет в эту дату. Скачайте из интернета бесплатную программу планетарий и убедитесь в этом сами. Жуткое событие произойдет в декабре 2012 года. Солнце встанет на одну линию с центром галактики. Но центр галактики находится в созвездии Стрельца. А созвездие Стрельца — это созвездие зодиакальное. Это означает, что Солнце бывает в этом созвездии каждый год. А это означает, что на одну линию Земля, Солнце и центр галактики ежегодно встают два раза. Почему-то до сих пор никаких страшных катаклизмов по этому поводу не происходило. Я осмеливаюсь утверждать, что не произойдет их и в декабре 2012 года. Ну и, конечно, планета Нибиру — это такой образ, наверное, самый популярный из подобной мифологии. Я не буду комментировать всю ту чушь, которую про эту планету пишут. Достаточно лишь сказать, что многочисленные фотографии, которые якобы сделаны, все сделаны в разных направлениях. Те, кто публикует информацию об этой планете, на это не обращают внимания. Но на самом деле это означает, что планета Нибиру не просто летит к Земле. Она прыгает по Солнечной системе, как лягушка. Сегодня ее видят там, завтра ее видят там, послезавтра ее видят там. То есть тут полнейшее неподчинение законам всемирного тяготения. Но у закона всемирного тяготения есть одно важное свойство. В отличие от всех человеческих законов, его нельзя нарушить. Вы спросите, ну а как же календарь Майя? Как же эти ужасные пророчества? Что 21 декабря 2012 года календарь Майя заканчивается, и начинается что-то другое, очень ужасное и страшное. Но наш с вами календарь 31 декабря каждого года заканчивается точно так же. И мы никогда никакого испуга по этому поводу не испытываем. Наоборот, мы относимся к этому событию с очень большой радостью, отмечаем его различными праздниками и фейерверками. Поэтому я закончу одним очень простым пожеланием. Если вы видите какую-то информацию, которая вас взволновала, которая вас заинтересовала, пожалуйста, не забывайте об одном простом правиле. Не забывайте думать. И тогда жизнь ваша станет далеко не такой страшной, как рисуют ее уважаемые журналисты. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Продолжение следует...